Мы продолжаем цикл наших передач «Великая оболганная война». Как известно, одной из популярных баек, запущенных Хрущевым на его печально известном докладе на 20-м съезде, была версия о том, что нападение Германии на СССР стало для Сталина таким потрясением, что он после этого впал в прострацию, уехал на дачу и там много дней прятался, находясь в полном бездействии. И только потом уже члены передбюро туда приехали и вернули его к реальной активности. Вот как этот эпизод выглядит, собственно, в мемуарах Хрущева. Цитирую. «Война началась, но каких-нибудь заявлений советского правительства или же лично Сталина пока что не было. Это производило нехорошее впечатление. Потом уже днем в то воскресенье выступил Молотов. Он объявил, что началась война, что Гильдер напал на Советский Союз. То, что выступил Молотов, а не Сталин, почему так получилось? Это тоже заставляло людей задумываться. Сейчас-то я знаю, почему Сталин тогда не выступил. Он был совершенно парализован в своих действиях и не собрался с мыслями. Потом уже после войны я узнал, что когда началась война, Сталин был в Кремле. Это говорили мне Берия и Маленков. Берия рассказал следующее. «Когда началась война, у Сталина собрались члены Политбюро. Не знаю, все или только определенная группа, которая чаще всего собиралась у Сталина, Сталин морально был совершенно подавлен и сделал такое заявление. Началась война, она развивается катастрофически, Ленин оставил нам пролетарское советское государство, а мы его просрали. Буквально так и выразился. Я, — говорит, — отказываюсь от руководства и ушел. Ушел, сел в машину и уехал на ближнюю дачу. Мы, — рассказывал Берия, — остались. Что же делать дальше? После того, как Сталин так себя показал, прошло какое-то время. Посовещались мы с Молотом Кагановичем Ворошиловым, посовещались и решили поехать к Сталину, чтобы вернуть его к деятельности. Использовать его имя и способности для организации обороны страны. Когда мы приехали к нему на дачу, то я, — рассказывает Берия, — по его лицу увидел, что Сталин очень испугался. Полагаю, Сталин подумал, не приехали ли мы арестовать его за то, что он отказался от своей роли и ничего не предпринимает. Тут мы стали его убеждать, что у нас огромная страна, что мы имеем возможность организоваться, мобилизовать промышленности людей, призвать их к борьбе одним словом, сделать все, чтобы поднять народ против Гитлера. Сталин тут вроде бы немного пришел в себя, распределили мы, кто за что возьмется по организации обороны, военной промышленности и прочего. Я не сомневаюсь, что вышесказанная правда. Конечно, у меня не было возможности спросить Сталина, было ли это именно так, но у меня не имелось никаких поводов и не верить этому, потому что я видел Сталина как раз перед началом войны. А тут, собственно говоря, лишь предложение. Он находился в состоянии шоком. То есть Хрущев сам свидетелем здесь не был, но он ссылается на авторитет Берии, который якобы ему все это рассказал. Здесь особенно интересно то, что, собственно, сам Берия был расстрелян по приказу Хрущева. Ну а дальше уже ему можно приписывать все что угодно. Однако, как ни странно, но другие люди, которые как раз в отличие от Хрущева находились рядом со Сталином в первые часы войны, вспоминают прямо противоположное. Например, вот что пишет в своих мемуарах Георгий Константинович Жуков, будущий маршал Победы. Говорят, что в первую неделю войны Сталин якобы так растерялся, что не мог даже выступить по радио с речью и поручил свое выступление Молотову. Это суждение не соответствует действительности. Конечно, в первые часы Сталин был растерян, но вскоре он вошел в норму и работал с большой энергией, правда, проявляя излишнюю нервозность, нередко выводившую нас из рабочего состояния. Но насчет нервозности по отношению к Жукову мы это еще чуть позже обсудим. А вот датированная тем же 22 июня запись из дневника генерального секретаря исполкома Коминтерна Георгия Димитрова. В кабинете Сталина находится Молотов, Ворошилов, Каганович, Маленков. Удивительное спокойствие, твердость, уверенность у Сталина и у всех других. Редактируются правительственные заявления, которые Молотов должен сделать по радио. Даются распоряжения для армии и флота, мероприятия по мобилизации и военное положение. Подготовлено подземное место работы ЦК ВКПБ и штаба. Ну и еще довершение. Вот что, например, рассказывал Каганович в беседе с писателем Чуевым. Спрашиваю о 22 июня 41 года. Был ли Сталин растерян? Говорят, никого не принимал. Ложь. Мы-то у него были. Нас принимал. Ночью мы собрались у Сталина, когда Молотов принимал Шулинбурга. Сталин каждому из нас дал задание мне по транспорту, мне кайону по снабжению. Но сегодня у нас есть более надежный источник, чем свидетельство очевидцев. А именно, дело в том, что все посетители, приходившие в кабинет Сталина, фиксировались в специальных тетрадях. То есть ввелись в специальный журнал посещения. Сейчас эти журналы доступны для исследователей. Их содержимое уже многократно публиковалось, в том числе и сведения о лицах, посетивших Сталина в первые дни войны. И здесь, к несчастью для обличителей, оказывается, что в первые дни войны Сталин вместо того, чтобы прятаться где-то там под кроватью на даче, ежедневно принимал несколько десятков человек из числа партийных, военных руководителей. А что касается Хрущева, то выясняется, он просто придумал очередную ложь, которая, собственно, в его докладе на 20-м съезде просто кишмя кишит. Однако наши обличители, они так просто свои позиции не сдают. Они уже, естественно, не могут повторять за Хрущева вот эту версию о том, что Сталин сразу же впал в пространство, но теперь они уже заявляют, что Сталин впал в пространство не сразу, а через неделю после начала войны. После того, как наши войска сдали Минск. В качестве доказательства этого они приводят те же записи из этих тетрадей посещения, поскольку там получается, что вот 29 и 30 июня Сталин приемы в Кремле не вел. Точнее, там получается как, что в 28 июня Сталин вел прием, начиная с 19.35, а значит в 0.50 уже 29 июня он покинул кабинет и появился там уже только 1 июля. И вот, по мнению обличителей, вот эти два дня Сталин как раз и находился в прострации. Однако, этой версии также, в общем-то, мешают как бы установленные факты. Понятно, что, естественно, с точки зрения наших забывателей и обличителей, значит, что если факты противоречат их выдумкам, то тем хуже для фактов, но, тем не менее, мы все-таки на факты опираемся. Оказалось, что 29 июня Сталин не спрятался на даче, а он в течение этого дня два раза посещал наркомат обороны. При этом он, значит, там общался с Жуковым, причем, судя по свидетельствам очевидцев, он там общался довольно резко, то есть там по одной версии, значит, он там буквально довел Жукову до слез, по другой версии они друг другом потеряли. После этого действительно вечером 29 июня Сталин поехал на дачу. То есть, таким образом получается, что, по крайней мере, 29 июня Сталин вполне активен, и выходит, что вся прострация сводится всего лишь к одному дню, то есть к 30 июня. Значит, и, причем, значит, надо сказать, что здесь эту версию вроде как подтверждают мемуары Микояна, которые были опубликованы несколько лет назад, где там уже Микоян пишет, в отличие от Хрущева, он все-таки был участником событий. Так вот, он утверждает, что якобы вот на следующий день, то есть 30 июня, там члены политбюро собрались, и, значит, они решили, значит, что вот поскольку Сталин в Кремле не явился, значит, он находится в прострации, и надо ехать к нему на дачу, и там его возвращать в нормальное рабочее состояние. Но что, значит, здесь можно сказать по этому поводу? Во-первых, собственно, для того, чтобы версия прострации была правдоподобной, эта прострация должна быть как бы длительной, то есть многодневной. Потому что понятно, что поскольку Сталин все-таки был действительно, как у нас там выражается, авторитарным руководителем, его авторитет был, в общем-то, весьма высок, то вот так просто вот взять, значит, и принять решение, что как бы он недееспособен, и надо его, значит, там к нему ехать, на него воздействовать, члены политбюро так просто не могли. То есть для этого должно быть именно многодневная прострация. И, собственно, вот эта первоначальная хрущевская версия, она как раз устраивала с этой точки зрения, потому что ведь что получалось? Хрущев, он рассчитывал на то, что, собственно, архивные документы по этим событиям, они как бы достоянием широкой общественности никогда не станут. Поэтому получается такая очень соблазнительная картинка, что вот 22 июня началась война, там с речью выступил не Сталин, а Молотов, а Сталин выступил с речью только 3 июля. Следовательно, вот все это время, то есть почти две недели, Сталин находился в прострации, и вот только где-то там, видимо, уже в начале июля члены политбюро приехали к Сталину на дачу и вернули его, как бы, к активности. Ну, а когда получается, что вся эта прострация укладывается в один день, то это, ну, совершенно неправдоподобно, потому что вот, значит, мы что получаем, что 29 июня вечером Сталин еще работоспособен, активен, там ругается с Жуковым, а 30 июня, ну да, он утром не приехал в Кремль. Но дело в том, что если посмотрим на этот журнал посещений, то там выясняется, что Сталин мог приехать на свое рабочее место и в 4 часа дня, и в 7 часов вечера. Ну, в принципе, у него такой был распорядок, что он зачастую работал именно вот там в вечернее-ночное время. То есть, поэтому никаких оснований для членов политбюро подозревать, что со Сталин что-то не так, и что он там впал в прострацию, в общем-то, не было, поэтому это все совершенно выглядит неправдоподобно. Также, что еще интересно, что вот эти воспоминания Микояна, они, как известно, опубликованы, но одновременно с этим их рукопись лежит в архиве. И тоже доступно. Вот сравнивая эти два текста, выясняется, что там при публикации этого мемуара чьи-то шаловливые ручонки там тоже поработали. То есть, например, в книге там, значит, содержится такой посраж, значит, что вот они там приехали к Сталину, и там Сталин испугался, значит, поскольку решил, что вот его приехали арестовывать. А, собственно, в рукописи там еще такого нет. Там, наоборот, говорится, что Сталин встретил вполне спокойно. То есть, здесь, значит, тоже все, как бы, приукрашено. Ну, а в целом, в общем-то, получается, что, как бы, смотреть реальные события, то никакой прострессы, в общем-то, не было. Собственно, то, что Сталин, в общем-то, взял, как бы, паузу, это, в общем-то, вполне нормально, поскольку и в последующие дни он тоже иногда прерывал свой прием. Например, Сталин не вел приема 13 и 14 июля 41 года, также 22 и 23 июля 41 года. Ну и вообще надо понимать, что пожилой человек, а ему тогда уже было за 60, он, в общем-то, в принципе, обязан хотя бы какое-то время отдыхать. Кроме того, опять же, за время отсутствия Сталина, то есть за 30 июня, там как раз было принято решение о создании такого органа, как Государственный комитет обороны. Поскольку, в общем-то, необходимость в таком органе была вполне очевидна, хотя бы для того, чтобы, наконец-то, установить вот эту иерархию отношений, чтобы впредь, как бы, наши военачальники уже не могли со Сталином пререкаться, как это произошло 29 июня. То есть, вот такая получается история со сталинской прострессией. Редактор субтитров А.Семкин